Друзья, всем привет! Тема сегодняшнего видео, возникшая у меня не случайно, будет терминология суккулентов или что означает терминология в суккулентологии. Посещая различные сайты, также бывая на форумах о суккулентах, посещая страницы некоторых селекционеров, также корейские сайты с продажей, разведением растений, ну для того, чтобы просто полюбоваться их красотой. Я всегда, я часто сталкивалась с какими-то непонятными буквами в названиях хивери, там похивери, вообще в названиях суккулентов, и для меня они были темным лесом. В общем, я хотела докопаться до сути, что же означают эти буквы, эта аббревиатура, и как она вообще относится к растениям. И поэтому у меня вот возникла тема этого видео, когда я немножечко поняла, что к чему, я решила рассказать это вам. У суккулентов, как и в любой другой изучаемой сфере биологии, ботаники, строительстве, спорте, педагогике, ну можно перечислять бесконечно, есть своя терминология. Зачастую, когда мы читаем виды и названия суккулентов, мы сталкиваемся с непонятными для нас терминами. Вот я для себя сделала, для себя и для вас сделала вот такую шпаргалку, по ней я буду рассказывать вам, что означают эти термины. Они для нас непонятны, совершенно непонятны, почему какие-то буквы стоят перед названием эхиверии, после названия эхиверии, что это за буквы, что они означают. И так вот, расскажу сегодня расшифровку некоторых из них, которые я теперь уже сама знаю и хочу поделиться этим с вами. Ну начну как бы с предисловия, что же такое суккуленты. Суккуленты это тоже как бы своего рода терминология. Суккулент. Слово суккулент происходит от латинского названия сукус сок. То есть суккулент это растение, способное накапливать влагу в листьях и способное обходиться длительное время без полива. Многие, вот те, кто начинает заниматься суккулентами, неправильно произносят и пишут это название. Вообще они его изворачивают по-разному. И сиккулент, и саккулент, и как только они его нитритируют. Но должны все знать, кто более-менее уже, у кого есть эти растения, что это не сиккулент, а суккулент. От латинского слова сукус сок. То есть буква у. Суккулент. Суккуленты бывают двух видов. Листовые. Это растения с сочными листьями, такие как эхиверии, алоэ, хавортии, толстянки различные. И также стеблевые. Это все кактусы. Все кактусы являются стеблевыми суккулентами. У них нет листьев, только стебель. И сейчас на ум что у меня еще приходит? Ну и эуфорбия. Вот эуфорбия у меня есть, я ее не достала для примера. Ну ладно, ничего, не страшно. Все знают, как выглядят кактусы, как выглядят эуфорбии. Так, и вот первый термин это вид. Вот я здесь написала. Так, вид. Вот он. Вид. Вид это то, с чем мы наиболее часто сталкиваемся. Вид. Это биологическая единица или группа растений, которые присущи общие биохимические, поведенческие и физиологические признаки. То есть, вот вид эхиверия. Эхиверия их несколько. Для них присущи какие-то одинаковые условия содержания, одинаковый уход, солнце, полив, грунт. Все для них приблизительно одинаковое. И по строению они по-своему приблизительно одинаковые. Различаются только формой листьев, а строение розетки у всех одинаковое. Вот в форме цветка. Вот лау, пуледонис. Все они в форме цветка, в форме какого-то лотоса, в форме розочки. В общем, какие как. Это вид. Дальше. Следующий термин. Первое. Вот смотрите, написано. КВ. Эхиверия КВ. Когда пишут после эхиверия КВ, вот этот термин КВ означает культивар. Это сокращение от латинского слова культивар. КВ. То есть, эхиверия культивар полидонис. Правильное написание названия будет вот так. Эхиверия КВ полидонис. То есть, это не гибрид, а родовое название. Эхиверия полидонис. Только в правильное написание ставятся вот эти две сокращенные буквы латинского слова культивар. Дальше. Второе. Эхиверия ССП. Эхиверия ССП – это подвид. ССП – это также сокращение от латинского слова подвид. Первая буква ССП. Эхиверия полидонис. Вот, к примеру, Эхиверия полидонис ССП мира. Сейчас линейку возьму. Вот. Эхиверия полидонис ССП. Так, 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 так. Где она? Мира. Вот мира, погрызенная трипсом. То есть, это мира, вот это растение, Эхиверия мира, оно подвид Эхиверии полидонис. Ну, то есть, ее своеобразный вариант. Кстати, вот дальше следующий идет вариант. Эхиверия полидонис – вар мира. То есть, можно написать и так ССП мира, можно написать и вар мира. Я раньше думала, что вар – это варегата, но смотря на растение, смотрю на бесхлорофильных клеток, обычные, там, зеленые или просто пигментированные в родовые оттенки. Думаю, почему вар? Что это за вар? Оказывается, вар – это вариант. Опять же, сокращение латинского слова – вариант. То есть, Эхиверия полидонис, ССП мира или вар мира, вариант мира. То есть, это уже как бы отдельный, отдельный, отдельный сорт этого растения полидониса. Дальше. Аф. Аф. Эхиверия. Аф. Эстер. Опять я не достала эстер. Хотела достать, но забыла. Ну, неважно. Ну, допустим, вот, необязательно Эхиверия. Пахифитум Аф. Компактум. Если я пишу кому-то, там, меня спрашивают, а что это у вас за растение? Ну, если бы я была ботаником, я бы написала, если бы предположительно думала, что это именно Пахифитум компактум, я бы написала в названии Пахифитум Аф. Компактум. То есть, я предполагаю, что это компактум, но я не уверена. То есть, Аф – это означает предположение. Дальше. Крестик или знак умножения, кому как нравится. Эхиверия. Вот на примере. Эхиверия, Шавиана, Стриктифлора. Между ними стоит крестик. Крестик – это знак гибридизации. Крестик между двумя названиями означает, что перед вами гибрид двух растений. Первая из которых Шавиана, вторая из Стриктифлора. То есть, скрещивали, опыляли два растения, и в результате опыления появился вот этот вид. Ну, тот человек, который скрещивал эти растения, он не придумал какое-то, какое-то есть свое название, а не заморачиваясь, написал Шавиана Стриктифлора. Он бы мог ей придумать там какой-то Маша, Даша, какие-то назвал бы ее там в честь города, где он проживает, или там в честь какого-то своего родственника, но он не заморачивался и написал Эхиверия, Шавиана, Стриктифлора. Все. И мы знаем, что перед нами гибрид вот этих двух растений. Кстати, вот оно. Оно тоже, смотрите, как погрызено трипсом. Сейчас я постараюсь наиболее приблизить, насколько это возможно, чтобы вы увидели, как трипсы едят растения. То есть после их ползания на листьях появляются, остаются на листьях такие шрамы. За счет того, что у растений еще есть налет, шрамы эти как бы просто как крапинки выглядят. Но вот это небольшое опять отступление. А вот у этого растения налета нет. И шрамы эти уже покрылись какой-то вот серой сухой коркой. Видите, как страшно это все выглядит. Вообще, вредители ужасно. Вредители это ужасно. Так, дальше. Что у нас дальше? Знак плюс. Знак плюс это прививка. Я недавно смотрела несколько видео про Древний Египет. И первое, что у меня возникло, думаю, какое же имя так приблизительно поставить. Вот когда прививка. У меня есть два растения. Вот этот кактус колючий, да, и вот этот, какой я классный художник. Правда? Я вообще суперский художник. В общем, есть у меня два растения. Вот этот колючий кактус и, ну, предположительно, это у меня астрофитум. Вот я на этот, на это растение привела вот это растение. и у меня получился вот со знаком плюс уже привитый сорт. И я назвала его, ну, либо тут он хамон, я его назвала, либо отдала ему женское имя изида. И вот перед названием этого растения, если оно привито, всегда ставится плюс. То есть, плюс это знак прививки. у таких растений клетки привоя и подвоя, они смешиваются. И в этом случае, ну, если продавец такой достаточно продвинутый, если он долго занимается селекционированием, прививками, он обязан в названиях ставить плюс. Ну, это как биологически правильно. Дальше. хибр сокращение от слова гибрид. Ну, это всем понятно. Гибрид это то есть то растение, которое получилось в результате скрещивания, опыления каких-то двух других. Вот перед нами гибрид эхиверии. Вот он. Сейчас опять вот так. Нет, нет резкости. Да что ж такое-то? Вот. Это эхиверия фабиола purpозорум грин. А это вот ее родовая мамка. Вот purpозорум вот это растение скрестили, по-моему, с каким-то гавоидным, я не помню, с кем ее скрещивали. Ну, и в результате селекции скрещивания получилось вот это растение фабиола. Но они сейчас практически одинаковые. На самом деле purpозорум она очень яркая летом. Она практически унитильная сторона листа, вишневая. Смотрится она вернее фабиола. Она всегда будет вот такой. достаточно тоже симпатичная. Самое главное, что она не тянется, всегда она компактная, всегда листики у нее набитые. мне она очень нравится, симпатичная. Так, что у нас дальше? А, ну и самый прикол хиверия СП. Когда в названиях продаваемых растений многие пишут хиверия СП, это означает по-русски ХЗ. Ну, вы меня поняли. То есть продавец не знает название вида, а фиг ее знает, что это за хиверия, и после эхиверия ставит СП. То есть если АФ это предположение, то есть я как бы предполагаю, что это может быть вот этот вид, то СП я совершенно не знаю, что это за вид, но вот это растение я продаю и вы его покупаете без названия. Название вы сами можете потом определить. Эхиверия СП. Так, у нас идут несколько терминов. Ну, крестатовые регаты и мутации многим знакомы, а вот химера это как бы общее понятие, наверное, слово варегата. Химера это организм, в нашем случае растение, суккулент, состоящий из генетически разных тканей. Вот яркий пример химерного растения, варегатная хавортия кумби формис, которую мне недавно опять покоцала кошка. Я рассказывала в своем видео про адрамискусы, как она у меня дважды уже полежала на горшке с адрамискусами гибридами Марианы. Ну, так вот, она полежала в этот раз, в этот мой отъезд, она полежала третий раз на этом горшке. Опять она все снесла там в труху, и мало того, она мне еще повредила полностью два недавно купленных корейских растения, которые, по всей видимости, уже загнутся, уже не будет от них толка, ну, пока там умирают потихоньку в горшке. Вот, эту хавортию тоже она повредила, вот, кончик листа отломлен, и где-то лист тоже вот с той стороны тоже полностью вырван. В общем, подчередила. Я не знаю, как медом их просто тянет на эту полку, ну, это какой-то ужас просто. Я не знаю, может быть, они лечатся, полежав на этих на хавортиях, может быть, они как-то лечатся, но почему их тянет именно туда, я не знаю. Вот, есть мягкий диван, лежите, лежи себе спокойно, нет, и нужно залезть, пузом лечь на этот горшок, все перетолочь в хлам, все она полежала, ей хорошо. Так, в общем, химерные растения. Возникают они, такие растения, в результате мутаций или каких-то сбоев на генном уровне и размножаются они только вегетативно, то есть, отделением боковых побегов, срезом верхушечных черенков и размножением от ствола, когда снесете уже макушку растению. Семенами такие растения не размножаются. Так, что у нас дальше? Дальше у нас крестата. Ну, примера крестата у меня нет. Крестата это нарушение точки роста, когда вместо одной точки роста начинают хаотично нарастать листья и ствол расширяется, крона растения приобретает форму веера, форму гребешка, ствол становится плоским и на этом плоском стволе даже порой удивляешься, как такой ствол, как он держит такую огромную массу, потому что есть экземпляры достаточно большие, достаточно внушительные и как этот ствол удерживает такую, на мой взгляд, таким растениям нужны подпорки. Вы представляете, что такое крестатное растение? К сожалению, не могу показать. Была у меня одна эхиверия крестатная, в этом году я ее успешно сварила на улице, полив ее основательно, но не только ее все полила, но вот она видимо оказалась самой слабой, опять же, потому что она потому что она урод, потому что она крестата, то есть у нее сбой на генном уровне, значит у нее ослаблен иммунитет, уже это во-первых, вот и она у меня успешно сгнила, я это, к сожалению, заметила не сразу, но сначала изменила цвет, стала красненькая, оранжевая, такой красивый, я ее даже снимала на фотик, вот, а потом уже когда обнаружила, то было поздно, отрезала от нее кусок, но гниль уже распространилась в клетке, и в итоге этот кусок у меня успешно также, наверное, через неделю сгнил, засох, и не осталось даже ни одного листа, но листом такие растения не размножаются, они размножаются только делением ствола, поэтому если бы даже я оставила от него лист, крестатная форма бы от него не получилась, так, варегата, по-моему, дальше у нас, да, варегата, варегата, тоже все знают, что такое варегата, это пестролистность, когда зеленое растение по какой-то причине теряет хлорофилл в клетках, клетка становится белой, желтой, то есть без хлорофильной, варегатные растения имеют и зеленые, и белые клетки, поэтому на общий вид получается пестрый, варегатные растения намного дороже, чем их зеленые формы, и основным моментом при покупке варегатного растения является то, что растения с большей варегатностью будут дороже, нежели это же растение с меньшей варегатностью, то есть, чем белее, тем дороже, вот это кто не знает, уясните для себя, но ни в коем случае никогда не покупайте чисто белое растение, чисто белое растение у вас никогда жить не будет, что бы вам там не говорили продавцы, как бы они вас там не уговаривали, не соблазняли, что это редкость, чисто белое растение без единой зеленой клетки, оно у вас погибнет достаточно быстро, это однозначно, и никаких исключений в этом случае быть не может. Такие растения варегатные растения, такие растения меньше, слабее развиваются, медленнее развиваются, нежели их зеленые виды, и вообще многие варегатные растения стараются всегда разварегатиться, то есть, они стремятся к их природным свойствам, вернуть себе все хлорофильные клетки, потому что хлорофил для растения это жизнь, вот, а бесхлорофильная клетка, живет за счет соседней хлорофильной зеленой. Размножаются варегатные растения, как я уже говорила про химеры, размножаются они только черенкованием, нет, вру, варегаты размножаются также делением куста, семенами не размножаются, а от листа в 50% случаев получаются только варегатные детки. Вот у меня пример, вот этот, грабтоверия титубан с варегата, вот, она достаточно белая, не знаю, как ее снять, вот, видите, несколько листьев у нее белых, но за счет зеленых клеток оно пока растет, если оно полностью побелеет, то оно погибнет. И вот я, когда ее сажала, от нее отломилось несколько листков, по-моему, один засох, листа 3, наверное, было, один засох, это вот, как бы, в процентном соотношении, что может быть с листами варегатного растения, из трех один засох, один, появилась недавно на нем варегатная детка, там есть и зеленые клетки, и белые, а один, вот он он, я сейчас его вам покажу, приближу, ну, с моей камерой нифига тут не приблизится, вот оно подписано, гравтоверие тетубанс варегата, видите, белая, бесхлорофильная детка, полностью белая, лист этот уже стал прозрачным, то есть, в скором времени лист отпадет засохнет и вот это растение, оно, как ни печально, погибнет, то есть, оно обречено, но будет оно у меня сидеть здесь до тех пор, пока само не пропадет, но пропадет он на сто процентов, жалко, конечно, но такова природа варегатности. Так, что у нас еще осталось? осталось у нас мутация. Мутация это чисто мутированных растений у меня нет, пример тоже наглядный, показать не могу, вот единственное, а, есть у меня еще адромискус, я о нем рассказывала в видео про адромискусы, о мутированных листьях, когда на розетке появилось два видоизмененных листа, присущие другому виду, но никак не этому, и вот это, тоже хавортия, сейчас покажу этот лист, вот что означает мутация, мутация это изменение, изменение, наверное, генетической информации в клетках растения, природа мутации до конца не изучена, считается, что мутация происходит от изменения условия содержания, и также, когда растение начинает испытывать стресс, положительный или отрицательный стресс, но она его испытывает, то есть, если отрицательный стресс ее не убил, то оно может, как бы, выдать реакцию на этот стресс, мутации, либо частичной, либо полностью, как определить мутированные растения, но они, конечно же, отличаются от своих собратьев, мутированное растение, зачастую даже, если оно целиком мутированное, его зачастую даже невозможно угадать, у этих растений изменяется полностью внешний вид, у них образуются бугры, наросты, изменяется форма листьев, листья срастаются между собой, пропадает точка роста, долго, кстати, у меня у деток очень часто происходит мутация, но потом, со временем, они опять распрямляются и начинают расти так, как им положено, чисто мутированного растения у меня нет, а на первых листьях у деток мутация очень часто бывает, ну и так вот, растение, растение становится, ну как бы, видоизмененным, то есть его невозможно узнать и, смотря на него, совершенно невозможно угадать, от какой розетки, там, от какого гибрида ли, от какого ли культивара это растение, вот сейчас покажу хавортию, так, где же этот лист был, сейчас найдем, не знаю, будет видно или не видно, сначала надо мне глазами разглядеть, а потом через камеру, а вот, все нашла, вот смотрите, вот, мутированный лист, основные листья вот такие, заостренные, ну как у большинства хавортий, а этот лист получился мутированный, то есть, срослись листья между собой, даже два или три листа между собой срослись, и вот получился такой вот уродливый лист, он полноценный, нормальный, сейчас он закрылся обычными листьями, ну вот, что-то было в тот момент с этой хавортией не так, почему она среагировала и выдала мутированный лист, сейчас я сниму вам вот эти все обозначения, просто может быть, кто-то из вас точно такой же дотошный, как я, кому-то будет интересно у себя сохранить эту шпаргалку, что означают вот эти сокращения, ну крестата варегата понятно, это все знают, а вот эти сокращения, ну я советую просто для себя записать, или сохранить вот этот скриншот моих каракуль, ну так для себя на будущее, чтобы при встрече с написанием какого-то вида растения, вы уже знали, что эти буквы означают, это наиболее часто встречающиеся сокращения, вот эта латинская аббревиатура, так, ну и все, напоследок я вам покажу просто вот эти виды поближе, это эхиверия пропузорум, эхиверия лау, камера мигает, то светлое, то яркое, это эхиверия полидонис, вот кстати пример того, что растению нужно много места, несмотря на то, что это суккулент, если вы помните, я вот эту эхиверию показывала, когда их было 4, пару или тройку дней назад, я продала вот отсюда одну эхиверию, здесь прям такая хорошая дырка была, думаю, ну я сюда что-нибудь еще посажу, потому что у меня вообще нет места, какой-нибудь листик приткнул, так вот смотрите, прошло 3 дня, и листья сомкнулись, и о том, что здесь была еще одна вот такая, такая же розетка, вы представляете, такого же размера, уже практически ничего не напоминает, то это значит, что растение расправляет крылья, почувствовала свободу, отряхнулась, скажу, ого, мне подфартило, дай-ка я почувствую простор, вот так, но это я уже показывала, погрызенные трипсом, шавиана стректифлора, это вот пример тоже варегатного растения, не знаю, приближу, нет, вот смотрите, листики, варегатные, и от недостаточного полива, от того, что оно испытывает водное голодание, белая часть листа становится розовой, так, это грабтоверие миссис Ричард, это грабтоверие тетубанс, это жемчужина Нюрнберга, это эхиверия пайнт энд фрилс, начала сейчас расти, долго думала, после того, как я ее посадила, очень долго думала, так, это эхиверия, Фрэнк Райнельд, красотулька, я ее обожаю, хоть она небольшая, очень туго растет, зато она красивая, компактная, это Хаворти Кумби Формис, в ней Адромискус Альвеолятус, вот тут вырос, притыкала листики, примутся, не примутся, опять же, я их не специально обрезала, это у меня, у меня размножением в основном занимаются кошки, залезла, сшибла, оставила, если оставила точку роста, это хорошо, все листья, но ведь жалко выкидывать, правда, и вот, вот этому растению уже полгода, погром был, наверное, в августе, вот смотрите, за полгода, какое оно, небольшое, суккуленты медленно растут, это Хавортия Купери, обычная, не варегатная, варегатная эта форма стоит очень дорого, окошечная Хавортия, окошки, было бы солнышко, хрусталики бы сияли, а так, ничего не видно, но все равно, все равно они прозрачные, такие завораживающие, это Эхиверия Пеблс, также погрызена трипсом, я, кстати, специально вот эти трипсовые растения, наиболее сильно пострадавшие, достала, чтобы показать вам, это Пахифитум Компактум, бриллиант такой, красавец, я люблю его, мне он очень нравится, грани такие, действительно, как у бриллианта, кончики беленькие, вообще шикарный, это Эхиверия Фабиола, это также погрызенная трипсом, Эхиверия Мира, это культивар Пуледонис, у нее тыльная сторона листа, на ярком солнце, будет вся красная-красная, этим она отличается от Пуледонис, удачный гибрид, я считаю, компактность она от Пуледонис оставила, то есть она также не тянется, без подсветки, а по красоте даже, наверное, превзойдет ее, если она вырастет большая, но надеюсь, что вот эти вот грызенные плямбы закроются, она растит новые листики, это вот следы, вот они, обработки на листьях, но пусть будут лучше следы, чем грызенные листья, и чем вообще растение погибнет, я так считаю, сегодня или завтра буду проводить повторную обработку, опять они у меня махом дадут рост, потому что буду поливать обильно октарой всех, но без этого никак, ну вот и все, друзья, это был обзор моих растений, и ответ, я раскрыла тему, постаралась раскрыть, не знаю, раскрыла или нет, пишите в комментариях, кто что понял, кто что не понял, если кто-то что-то не понял, не стесняйтесь, спрашивайте, я отвечу с удовольствием, всегда отвечаю, люблю всегда общаться, но когда есть время, без ответа не оставляю ни один комментарий, особенно если он идет в форме вопроса, также если понравится видео или не понравится, ставьте лайк, дизлайк, но дизлайк, пожалуйста, просьба прокомментировать, что не понравилось, это я как бы ровно отношусь к таким негативным характеристикам, потому что мало ли, сколько людей, столько мнений, допустим, кому-то не нравится мой голос, кому-то не нравится там моя манера рассказывания, кому-то не нравится там тема, ну мало ли, но просто хочется знать для того, чтобы потом усовершенствовать другие видео, чтобы они стали лучше, может быть, кто-то что-то подскажет, вот как-то так, ну все, пока-пока, всем спасибо за просмотр!